Часть лососа. Привет, мои хорошие! Вы на канале Аксель на гриле. Вчера мы с вами засолили лосось. Ну, конечно же, предварительно мы полностью разделали рыбу, взяли филейную часть и ее засолили. Смотрите, какой идеальный кусочек у нас. Ммм, красотка! Ну, правда же? Часть лосося мы с вами засолим. Я вам покажу, как делаем это мы. Мы перепробовали очень много разных рецептов, но этот, поверьте, самый лучший. Мы берем контейнер. Для засолки нам понадобится тростниковый сахар и соль. Соль крупная. Давайте покажу. Вот такая. В филейной части мы не срезали кожицу. Мы делаем под кожицу подушку из соли просто. Мы засыпаем немножко. Сейчас разровняем. Вот так. Теперь я кладу сюда филе подготовленное. И теперь делаем смесь. Три к одному. Три столовые ложки соли, одна неполная ложка тростникового сахара. На такое количество, я думаю, что будет достаточно девять ложек соли, ну и, соответственно, три ложки сахара. Если что, добавим. У меня есть вот такая вот маленькая кружечка. Мой любимый купил специально мне ее, чтобы я из нее пила кофе, потому что мне всегда мало кофе. Но я в ней сейчас смешаю то, что нам нужно. Так, берем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И теперь берем три неполные сахара. Раз, два, и три. Теперь все это перемешиваем. Вот такая консистенция у нас получается. Хорошенько, хорошенько, хорошенько. И теперь покрываем наше филе лосося. Нужно засыпать полностью, чтобы рыба прямо утопала в этом. Да, нам достаточно этого. Немножечко разравниваем. Прекрасно, смотрите. Смотрите, вот так вот у нас получается. На первый взгляд может показаться, что она должна быть очень сильно соленая, ведь она просто утопает в соли. Нет. Вы ставите ее в холодильник на 24 часа ровно, и она будет просто идеальная. Если вы захотите, чтобы она была мало соленая, конечно же, раньше достанете. Если вы хотите, чтобы она очень-очень-очень солененькая была, ну, часов на 27 где-то. 24 часа вы достаете, во-первых, идеальный цвет, идеальная консистенция и просто непревзойденный вкус. Попробуйте, вы не пожалеете. Сейчас я закрываю, отправляю ее в холодильник. И самое тяжелое, что мне остается, это ждать. Прошло ровно 24 часа. Та-да-да-да-дам! Я открываю контейнер. Вот так вот должно все выглядеть. Соль вытянула всю влагу. Смотрите, какая прелесть. Мы засолили еще одну рыбку. Вот так вот она выглядит. Смотрите, какие гранулы. Вот эти все гранулы, они впитали весь сок, который выделился с рыбы. И вот сейчас мы ее достанем. Смотрите. Именно для этого мы засыпали так много ее. Сейчас что я делаю? Я иду, промываю ее над проточной водой и возвращаюсь. Рыбка промыта. Смотрите. Вот. Она, как сказать, неживая. Не шевелится. Она вот таким вот пластом. Она плотная. Вот таким вот пластом после засолки. Следующим этапом я ее высушиваю полотенцем бумажным. Под водой мы быстро смыли соль. Понятное дело, мы ее с шампунью не купали. Недолго мы ее мыли. Просто смываете соль и все. Приносите и просушиваете полотенцем. Прекрасная рыба и просто грех не сделать к ней вкусные гренки. Я сделала вот такой вот, можно сказать, соус для гренок. Здесь оливковое масло. Здесь лимон, чеснок, петрушка. И я все это дело подсолила. У меня есть черный хлеб и у меня есть гриль, который уже прогрет и готов принимать мой хлеб. Открываем. Я раскладываю кусочки и вот прям здесь его и смажу. Берем, смазываем оливковым маслом с лимончиком. Здесь уже настоялось это масло, чесночок. Сейчас берем ложечку и прям зелень немножечко положим сверху с чесночком. И это будет вкусно. Готово. Теперь берем ложечку и раскладываем. Вы уже представляете, да, какой аромат чесночка прекрасный. Так, лимончик. Это же красота, смотрите. Переворачивать гренки не будем. Будем делать на одной стороне, потому как у нас здесь уже все красиво. Закрываем. Итак, 5 минут. Пока делаются наши чудесные гренки. Мы порежем осос. При засолке мы оставили кожицу. Можно ее снять с кожицы. Я не снимаю, я нарезаю всегда так. То есть я ее вот так вот кусочком не снимаю с кожи. Все готово. Я забираю наши гренки. Смотрите, какие классные. Так, рыбка нарезана. Просолилась прекрасно. Все как нужно. Достаточно солененькая в меру. Все в меру. Ровно 24 часа. И, поверьте, все будет так, как нужно. Гренка немножечко еще горячая. Очень вкусно. Не знаю, может кто-то скажет, что чеснок и красная рыба соленая несовместимы. Не верьте. Попробуйте. Очень даже совместимы и очень даже вкусно. Засаливайте по данному рецепту. Делайте вкуснейшие гренки на гриле с чесночком. И радуйте себя этим вкусом. Вам. Пока-пока. Но только на сегодня. Потому что я убегаю кушать вкуснейший лосось. Вы бежите за лососем. Разделывайте рыбку. И засаливайте. Пальчики вверх. Комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!